всем доброго дня сегодня у нас самый что ни на есть starx 2003 год бедняга уже сгнил весь на коленях можно сказать на коленях стоит это мои старые старые клиенты которые очень-очень давно обслуживались 5-10 лет назад ну и как-то настал день когда вроде бы как они обслуживаться стало у нас дорого и они обслуживали в другом месте и вот спустя там буквально где-то наверно пусть пять лет приехали они с проблемой что у них не работает один из цилиндров здесь смотрите сразу начнем с того что здесь мотор 2 и 5 турбодизель ременность грм стоит т4 баш баш да есть бф это первый портер это двигатель если не ошибаюсь что-то по мосту митсубиси они стояли там на pajero на или 200 баш также ставили потом на киа бонга вот и вот здесь на старых си они тоже устанавливать потом уже на старых си пошли 2 и 5 уже цепные 145 сил этот если не ошибаюсь 108 или 109 не помню уже это было очень давно как когда с ними дел так вот после замены ремня грм клиенты приехали приехали говорят что машина работает неровно якобы на вопрос то есть как было до этого они как мы приехали все было прекрасно нам сменили ремень грм после этого один из цилиндров не работает и тот мастер который делал сказал что ну извините как бы свое сделано вот все новое прекрасно поэтому ну все как хотите и вот они обратились сюда и после того как допустим здесь уже я снял крышку грм проверил на ней сразу метки 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 стояли на месте и зная этот мотор я был уверен что там был сломан один из рокеров когда я снял клапанную крышку я увидел что да реально был сломан пополам как случилось это сейчас тоже где-то где-то сейчас вам покажу вот так выглядит то есть рокеров то есть четыре впускных четыре выпускных у нас клапана того их 8 и вот он развалившийся пополам рокер то есть прошлый раз была точно такая же история открыв я увидел и стал делать допрос своего рода то есть и выяснил что они горят да тот мастер который снял грм потом не за случайно или специальную кто-то как-то он пошел из прокрутил стартером то есть когда ремень был снят вот именно в этот момент сломала вот этот рокер я не помню какой был рокер там по счету 2 5 впуск выпуск не помню когда это было было это прошлом году осенью и вот снова ребята здесь снова здесь теперь она не заводится вообще на улице покрутили стартером то есть компрессии нет крутится впустую распредвал стоит колено крутится сразу первое что сделал то есть снял крышку грм увидел что метки стоят неправильно скрыл клапанную крышку увидел что рокер один сломанный здесь смотрите клапана у нас стоят вертикально вертикально и согнуть их очень сложно когда они у нас под углом стоят тогда не гнутся так как здесь упор прямо в центр поршня то слабое место это рокер то есть рокер у нас алюминиевый поэтому его обламывается может сломать два рокера может ось сломать то есть все я проверил обломил один и произошло следующее открутился шкив коленчатого вала то есть болт открутился то есть опять же опять же проблема осталась оттуда там где меняли то есть закрутили его некачественно самое главное самое страшное принципе позади это вот здесь это посадочное место под шпонку коленвала вот и и вот здесь в конце била била колотила но она выжила шпоночку я заказал новую вот потому что шпонку я старую не нашел вообще шпонку туда ложится садится вот она то есть как бы да у нее есть некий небольшой люфт но если сравнять с тем что сейчас допустим менять коленчатый вал то это получит очень дорого то есть надо снимать двигатель туда-сюда коленвал там все это капремонт это ужас даже с этим люфтом если правильно грамотно то есть все собрать затянуть хорошо болту все будет ходить а произошло следующее вот смотрите еще также я вот у нас один рокер у нас будет между шестерней балансировочного вала и шестерней тнвд который разбила но стоит вот такая шайба то есть там вот тоже новая вот у нас шестерня тнвд те у кого есть или был портер все знают прекрасно эти детали и вот здесь самое интересное это шкив коленчатого вала вот смотрим да вот под шпоночку и теперь то что я обнаружил там на той машине вот у нас разбит паз под шпонку видите то есть выставить дело в том что вставляется вот эта спера выставляется метка того потом вставляется и уже вот по этой риске выставляется метка коленвала основного ремня здесь тоже все разбило вот под шпонку полностью то есть тут уже прям просто здесь куски были стружки и вот он гвоздь нашей программы вот так он гремел болтался очень долго тут даже не то что посадочного тут даже вот куска не хватает то есть не знаю как долго это гремело как долго это болталась самое главное самое главное что вот он болт коленчатого вала то есть его не побило то есть резьба вся целая самое главное что резьба целая в коленвалу резьба целая здесь поэтому посадим на резьбовой герметики если даже будет хоть биение чтобы он не открутился так ну и попутно увидели что вот здесь с водяного насоса вот он стоит у нас он вроде бы как и под грэмом и в стороне потекает охлаждающая жидкость его будем менять лучше это сделать сейчас потому что для того чтобы его сменить в идеальном варианте необходимо снять грм и снять насос гур отвести в сторону то есть так как сейчас у нас осталось совсем тут чуть-чуть поэтому мы сразу ее заменим помпа будет новая метки метки даже уже не помню потом посмотрим не знаю что вот вот распредвал у нас выставляется вот сюда вот она беленькая сюда ты нвд вот она здесь сейчас тоже где-то найду и вот она вот она тнвд здесь язычок и здесь беленький снизу балансировочные валы тоже надо будет выставить это здесь 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 то есть когда я поставлю вот эту шайбочку будет ясно где у нас коленвал то есть не ну выяснить и так можно так будет проще то есть с нее видно потому что смотрит она у нас так это тоже балансировочный а вот же она смотрите вот она вот она если мы ее сейчас туда одеваем блин шпонка это выскочила на там плоховато конечно держится вот так у нас ничего не совпадает кстати балансировочный ремень он новый ролик новый все он все на месте натяжка и балансировочного ремня и основного ремня все в порядке поэтому вспомним вспомним старую школу и вот попробуем ребятам помочь поэтому сейчас начнем собирать еще есть момент самый главный момент то есть после установки но вот он рокера можно приобрести отдельно вот он регулировочный винт он иногда тоже бывает отдельно идет все у когда установится еще есть порядок регулировки и зазор то есть на клапане не буду врать не помню точно там допустим на впуске там 017 выпуск 013 всегда с первого дня я решил для себя это делал 0 15 все отлично всегда работал то есть на протяжении там десяти лет то есть проблем никогда не было то есть 015 пуск выпуск сделал так как для этого нужен свой щуп а у нас как правило это обычный набор щупов где у нас есть там 5 10 то есть 0 5 0 10 0 15 0 20 и так далее так далее вот этих 0 13 0 17 у меня лично никогда не было еще по поэтому я не заморачивался ну вот я вытащил ужас оттуда так она выглядит то есть она прикручивается еще корпус термостата и вот здесь у нее находится дренажное отверстие вот она и вот через нее вытекала охлаждающая жидкость то есть подшипники у нас целые а хотя кстати не не о плох какой звук нет тут всему конец пришел и подшипником и отъехала на полностью это старокс этим все сказано то есть сейчас я буду вот так по самые плечи в болоте грязи вот отсоединил насос я здесь все зачистил на блоке помпу заранее то есть сразу прикрутим ее корпусу отдельно то есть так вот у нас получается прокладка идет на помпа не оригинал в целом принципе фирма не самая плохая потому что сейчас вообще очень сложно говорить о чем там хорошая допустим помпы и оригинальные выходят из строя и валевого выходят строя что только там не сыпется вот одна прокладка под корпус термостата и самое главное самый главный момент если при замене помпы этого не сделать то все считать конец эта резиночка замена резинки вот она находится вот здесь на этой трубке вот ее кто-то здесь намазывал на герметик все там и уже конец потому что если не дай бог она побежит то вся ваша работа пойдет насмарку сейчас я его туда вытащит колечко все цветут зачистить и вот смотрите ковыряю прям даже не значит герметик или что-то непонятно даже кольцо что с ним все она вот лопнула деревянное то есть кольцо полностью вот к чему тут не коснись вот получается такой ужас ну ладно попробуем конечно вернуть старичка в строй соберем я думаю что все будет работать принципе здесь недолго собирать только просто я забыл даже где болты куда болты зачем болты сколько болтов допустим если на более новых машина сейчас я все знаю наизусть тут здесь я уже конечно под забыл немножечко с помпу и все это вот болты нас от помпы плюс еще там болт прикручивает генератор еще крепление гур проходит через него место сейчас посадочное под помпу чистим потом разбираем вот здесь тоже вот был герметик все будем вычищать сейчас возьмем щеточку бурку и все будем отворачивать вычищать так здесь у нас не знаю попробую щас пера щеточка посмотреть что это такое мари снял верхний затяжной ролик грэм снял именно для того чтобы вы видели метку балансировочного вала вот нас балансировочный вал левый там правый и вот смотрим здесь вот выемка у нас раз метка вот красненький меч и вот здесь у нас такая вот некая штучка вот перезаглядываем и видим вот они совпадают и смотрим внизу нижний правый вал то есть вал по смотрим конечно поэтому по отношению по ходу движения и видим то есть коленчатый вал сейчас секундочку сейчас коленчатый вал у нас тоже стоит вот у нас рисочка и здесь тоже вот можем увидеть что здесь видно а правый вал на один зуб неправильно стоит сейчас ремешок буду скидывать и выставлять видите как завалялся и таскался щуп за все это время то есть ей не пользовался уже лет десять нетуру осенью и вот ребятам как раз регулировал так будем делать сейчас получается метку выставили сейчас в мт первый поршень будем делать 2 и 5 есть порядок но я по старинке буду делать по кулачкам а еще люди есть по старинке делают без щупа вообще на стук я не настолько специалист чтобы проглядел я первый раз еще один рокер то есть дальний у нас тоже 8 новый он лопнул то есть будьте внимательны вот он визуально весь был целый но вот он лопнул внизу то есть когда все уже еще раз просмотрели оказалось что он лопнул и также сменили регулировочные винты три штуки потому что там рассыпался вот этот пластиковый сепаратор то есть вот видно что они новенькие они становятся жесткими и при регулировке там есть такая плавающая то есть шайба вот она ломается мне пластиковый сепаратор и она выскакивает все отлично теперь прокручиваем на 90 градусов сама она встает куда надо вы можете делать как хотите абсолютно кулачок должен быть то есть на 180 градусов 180 градусов это у нас это у нас 7 и 6 после того как я регулировал их осенью не знаю сколько прошла машина но зазор уже большеват вообще раньше я часто сталкивался когда разбирает разбивает игольчатый подшипник в рокере выкинул этом игольчатый подшипник них есть такая проблема разбивает так проворачиваем еще на 90 то есть он сам станет вот все выскочил смотрим то есть у нас подшипник оттуда это отсюда и у нас получается 3 и выскакивает еще такой 3 и 8 3 прям зазор как надо даже даже пускал немножко поджатый наверное чуть-чуть ослабим регулировочные винты регулировочные гайки сразу все следите чтобы все было все крутилось вращалась иначе потом при регулировке вы замучаетесь зажало еще самый главный момент то есть в регулировке регулируется на холодную обязательно это обязательно то есть этот клапана всегда на холодную так все 8 есть и еще разок прокручиваем вот и у нас уже здесь должен быть вот он первый кулач то есть вот он видим то есть у нас подшипник с той стороны на этот здесь то есть ровно на 180 теперь мы будем регулировать 1 и получается 4 1 4 гаечки тут туда поснимал потому что ставил менял болты давным-давно эти моторы были даже на портер на 1 они были даже не на портер на 1 башевский были новые шли и те кто приобретали ну как как бы не зная того получается двигатель был с ремнем грм но без тнвд и клапанная крышка была уже закрыты но многие не знали что надо было откручивать клапанную крышку и регулирует клапана потому что эти гайки контрагайки были расслаблены и те кто заводили они видели что работает неровно потом откручивались гайки попадали под распредвал ну съездили раньше даже виде как то есть комиссии экспертный такой к людям у которых что-то происходило подобное и творили страшные вещи прекрасно так ну и все получается получается что все основные затянул ось рокеров у нас имеет переднюю часть и заднюю то есть там у нас для смазки подшипников рокеров есть специальные каналы поэтому ось рокеров если смотреть по масляным каналам перепутать ну как бы невозможно теперь если все сейчас правильно здесь у нас стоит правильно сейчас я должен буду возвращать метку назад поршня я выводил в центр и теперь буду возвращать и прошло должно упереться принципе в клапан а вот теперь сейчас будем уже проворачивать этот вот он раз все упирается все на верном пути так все у нас везде стоит все на месте грэм сейчас накидываем играем менять не будем потому что еще раз говорю что он них чего не прошел здесь все даже еще миточки то есть все оригинальные ролики понимаю что в идеальном варианте нам нужен новый грэм но не в этом случае так а здесь 19 нвд надо вспомнить как это делалось раньше и накидываем сюда ролики вроде бы все ослабил да вот ремешок здесь совпадает внизу совпадает балансировочные совпадают распредвал совпадает теперь ослабляем верхний ролик у нас это вот здесь гаечка и здесь о нет все точно забыл пружинка вот и 1 и 2 то есть он там у нас своего рода такой сама натяжной но не надо сейчас мы его так раз пытаемся прокрутить и ремешок сам натягивается под свои силы пружины кто-то дотягивает я не дотягиваю то есть вот сейчас пружинка подтянула и окей ну если вдруг все это не хватит я конечно потом дотяну момент следующий теперь пробуем крутить но должна быть компрессия то есть рукой вот компрессии упирается дальше идем еще раз упирается и возвращаемся на метку чтоб перепровериться так низ все совпало все балансировочный везде все стоит на своих местах теперь завести его можно прям так но нужно одеть шкив количество что мы сделаем чтобы как бы не задерживать не себя не вас все этой истории а так если у вас конечно там первый портер ли старых 100 на алтуре 2 на дубнинской 83 а вас всегда примут и обслужат ребятки там все разбираются кто делает поэтому вопросов то есть не будет по работе это я так по старому знакомству по старой памяти людям решил помочь они уже никому не верят никому не доверяют поэтому я занимаюсь вот этой данный момент работы шкив отлично сел то есть по валу там не разбила ничего такого да там на выемке обычно все это заканчивается довольно печально ну вот в этом случае конечно все принципе неплохо то есть я сейчас вот таком подтянуть чуть и будет достаточно то есть сейчас будем пробовать заводить все равно не потому что их снимать я не буду затягивать смотрите я затягивал шкив каленвала здесь ну можно прикрутить пистолетом но для этого нужно снять радиатор то есть есть там портер допустим скандеем без конди или starx также скандеем где-то и сложный где-то не сложно если мы не снимаем радиаторы у нас варианта два либо мы засовываем фиксируем монтажкой между коробкой и двигателем и еще есть второй вариант которым я часто пользуюсь это через ремень через ремень это примерно сейчас покажу как это здесь я буду точно также затягивать то есть я раньше на мульти бренге также отворачивал также затягивал то есть вот эту часть мы куда-то блин чё столько найти ты что такое было интересно вот примеру мы здесь прицепились да и вот у нас шкив и мы почки в подматываем то есть вот так и на шкив затягивает под себя и оп и упирается либо либо наоборот то есть либо вариант то есть наоборот уже вот так то есть под себя если мы отворачиваем это в одну сторону если заворачиваем то это уже вот так получается в другую сторону то есть через ремень я буду его затягивать то есть ремнем я могу воспользоваться как от машины так и каким-нибудь другим там старым вот но таких случаях нужно чтобы ручейки конечно совпадали так ну что мотор все крутится вроде все вертится буду еще переуплотнять вот здесь вот этот патрубок сниму зачистил весь фланец тоже есть такая болячка видно прямо там глянь туда там прям подтекала охлаждающая жидкость другой другой стороны вот здесь вот интересно вот отсюда вот прям от меня возьми видишь там как она вот какая кровавая луна ну как обычно все нюансы которые то есть встречаем все задел ну все с богом будем пробовать будет 1 мать ее запуск так ничего не забыл еще раз перепроверяем так грм ролик тот ролик я не трогал балансировочный не отворачивал хотя в таких случаях когда все откручиваете отваливаются лучше переправить до старых у нас не 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 он достаточно стоял не на ночь я не глянул уровень масла это первое на что должен был сделать то есть при запуске мало ли там них нет масла это масло почти почти максимум даже принципе вроде как визуально неплохое сейчас работать будет шумновато так как корпуса воздушного фильтра нет интеркулера нет нормально топливные форсунки я менял весной по моему все четыре вот свечи накала менялись уже без меня не знаю кто-то новый это знаний в другом сервисе вот вот так это выглядит без крышки то есть ремень балансировочных волок и основной ремень вот так все это крутится и вверх работают да они жестко либо они работают так жестко на холодную мотор и либо допустим ну в большей части насосы тнвд у них тут фирмы сексель вот они такие полу механические полуэлектронные вот и как правило уже старые если конечно поставить новый насос также регулируется зажигание ранее позднее у нас регулируется как на крышки так и сам насос вращается ну вот и все заново прошли всю школу закрепили так сказать пройденный материал и принципе все сейчас тут вот по охлаждению то что закончу чтобы как бы здесь уже вроде турбины сделали если охлаждающая жидкость будет уходить то скажешь как так то помпу сделали там нет поэтому ничего страшного здесь принципе один хохомут я сниму зачистил обратно поставлю и собрать это тут осталось чуть-чуть тут вот куча одни из пластмасски там два болтика и тут печь так ну все всем до новых встреч если был полезен или нужна помощь в двигателе d4 баш и бф то есть это у нас starx киа бонга и первый портер тот же тагазовский бф то добро пожаловать altufeo 2 ребятки все исправить все сделать ну все всем пока и